Вы здесь после минуты не расходитесь, только очень много таких на наш офис общаться, в честь нового года. И сегодня мы будем о чем говорить, Саша расскажет про Лайфик-нетворк. Сейчас все знают, что какие проблемы сейчас с биткоином, это нужно штабировать. И очевидное решение, я здесь не знаю, каких-то очевидных про Лайфик-нетворк, это фейминг-нетворк, сверху биткоина. После Саши будет еще Александр Горгушев, который расскажет о вообще новых направлениях, которые уже не используют в фейтографе, которые уже на биткоине. Это используется на новой фейтографе, Zero-Large Plus. И это действительно очень интересное направление, которое может привести нечто новое, какие-то новые ручки к тому, чего не было в биткоине, потому что все, что сейчас есть, а может кто-либо на мире было в биткоине. А это уже шаг вперед. Слово Саше Памбову. Но я сегодня не буду рассказывать как раз о масштабировании биткоин, но я сразу замечу, что масштабирование, эта штука очень неочевидная и неинтуитивная, потому что большинство людей, в принципе, какие-то вещи вообще, о масштабировании чего бы то ни было, интуиция нам всегда врет. Это можно посмотреть вообще просто по жизни. Мы не ощущаем нормальный переход от скорости ста-двух ста, допустим, ездя на машине, мы не понимаем, почему, пожалуйста, скорость всего лишь в два раза увеличилась, а увеличение скорости на 10%, аварийность повышает в 10 раз. Вот. Эти все штуки с масштабированием очень-очень непредсказуемы. Вот. И более того, мы все пользуемся интернетом, но зачастую не представляем, насколько же он поглотил вообще нас, все человечество. Вот. И просто для справки гугляться в самые простые цифры, интернет за минуту в цифрах, вы можете вбить в поиске и посмотреть, что же вот за одну минуту в интернете происходит. Вот. Я здесь выписал исключительно те штуки, которые как-либо вот связаны будут, возможно, как-то связать с проведением неких платежей. Я здесь не учитывал лайки фейсбучные, комменты. То есть то, что вот не оплачивается, ну, в большинстве случаев, то, что мы делаем даром и читаем даром, там, просматриваем фотографии, там, в тиндере, щелкаем девочек или нам, мальчиков. Значит, как бы, это я сегодня учитывал. А я здесь выбрал исключительно те вещи, которые, ну, коммерческие. И, собственно, если биткоин – это что-то, вот какое-то будущее, то это будущее должно, вот это все, оно должно способно обслуживать. Иначе, ну, о каких конкурентных преимуществах, там, по сравнению с обычными карточками, можно вообще говорить. Вот, обычные, даунглоды аппликетчные. Вот, трудно себе представить, что в мире это в 30 тысяч за минуту, это, можно сказать, 500 в секунду приложений скачиваются. А что, если они все будут платные, на платной основе? Это должны быть какие-то транзакции. Вот, и, собственно, команда, которая думает о биткоине вперед, она исходит из вот этих вот цифр. Она идет к вот этим вот цифрам и обдумает о масштабировании, или вот в этом вот ключе. Значит, какие сразу требования, вот, искать просто, поглядя на те цифры, нужно понимать, что вот они, требования к масштабированию биткоина. Ни о каком он, чьей масштабировании, речи быть не может. Не может, там, одна машина физически даже просто логировать события, которые происходят в мире. А какие-либо производить обсчеты, конечно же, нет. Вот, значит, моментальная передача, да, она нужна, потому что мы не то, что мы там на кассовом аппарате не готовы ждать 10-15 минут подтверждения коммитетов, мы вообще не готовы ждать. Мы хотим, там, я не знаю, заниматься репетиторством в скайпе с поминутной тарификацией. То есть, вот почему бы нет? Вот сейчас это невозможно. Сейчас, там, уроки по скайпу, они распространены, весь ютуб забит видеороликами, но все репетиторы берут за урок. А почему бы не делать, когда один репетитор сразу занимается с 10 учениками и отвечает на вопросы, поминутно тарифицируя время. Вот этого еще нет, и современные системы оплаты, там, современные менеджеры не способны это обслуживать. Вот. Ну и, естественно, как бы, хочется траста получить от блокчейна, в том числе, там, биткоина и любого другого, а не, там, от центральных банков или каких-то других централизованных систем, но чтобы это было... Ну, раз блокчейн мы используем, давайте уж использовать его по назначению, то есть, чтобы он был юристом. Значит, дальше я хочу переходить в право Lightning Network, и я взял типовые тренды на русском, не на английском. Вот они. Я собрал, как бы, типичные мифы про Lightning Network, которые из поста в пост качают из форума в форум, и, как бы, вот, ну, многие, да, я не знаю, наверное, сейчас, наверное, их назвали, какие недостатки-то в Lightning Network. Вот это все мифы. И они самые типичные, там, и то, что там Lightning Network такой, и такой, и сякой. Вот. На самом деле все совершенно иначе. Вот. Lightning Network никоим образом не может ни уничтожить биткоин, ни ему повредить, потому что он не будет являться его частью. Это совершенно отдельная система, которая использует. Точно так же, как там сейчас, любой централизованный сервис, там, биржа, использующий биткоин, они не могут навредить биткоину, вот. Ну, в целом, если говорить, кроме, там, заспамить сейчас транзакциями. Точно так же Lightning Network не сможет что-либо сделать плохое для биткоина. Вот. Значит, ключевой момент, то, что для Lightning Network, не смотря на то, что его делает там команда, связанная с биткоинкой, да, в общем-то, биткоин-то там и, по большому счету, может быть, заменен любым, не то, что блокчейн, он уже заменен, там, Сбербанка. Банально. То есть, все, что нужно... Да? Большинство людей вообще не будет использовать обычный биткоин. Вот. Потому что комиссии за транзакции должны быть, как бы, такие, что, вот, это... One-time setup должен быть, но не более того. То есть, человек должен один раз заплатить за то, чтобы его записали в блокчейн биткоина, после этого стандартный человек, там, два, три, пять лет, не должен пользоваться блокчейном биткоина. Ему нечего сказать важного этого миру. Что он должен сказать? Что я купил носки, или я, там, не знаю, сходил и выпил кофе. Это неинтересно никому. Но ему интересно, когда спор происходит, вот тогда, что это должно быть зафиксировано в блокчейне. Вот. И, как бы, когда я говорил о, вот этот, тот, левый верхний пункт, непроверенная технология, ну и что? Ну, как бы, ну, проверится, там. То есть, она рабочая, но она доказана, что она рабочая, ну да, в комплементации, возможно, будут ошибки. Но навредить, речь идет о том, что, как многие пишут, что ЛН может поломать биткоин, может навредить ему. Нет, это не так. Она может чьи-то средства уничтожить. Ну так не используйте, пока ее не проверят тщательно. Вот. Вас никто не заставляет. Вот. Правда дальше. Поехала правда. Значит, вот один из мифов, тоже, что левый нижний угол, это то, что ЛН, якобы, это вот когда вот вы, там, не знаю, с каким-нибудь, с кем-то за партнерами постоянно ему платите. То есть, якобы, если человеку создали канал, нет, это не так. Вы можете платить вообще всем угодно. Вам достаточно иметь выход на кого-то, а по цепочке есть и внутри сети, вот, ваш платеж будет передаваться и как в ту и в другую сторону вполне нормально. Вот. Значит. Вот. Ну и самое главное, то, что как раз миф о том, что дмайнеры, бедные, да. и для себя не специально в позиции, просто опять по поводу внутри. Там одна проблема с тем, что в том, что в том, что в том, что в том, что нет этих вещей, а не существующего способа, который гарантирует, что ты можешь у человека позаботить. То есть, у тебя можно сказать, что в магазине, что ты возьми, если ты так, что ничего платишь, а в процентах случилось. Но как бы, ребалансировка, да, она будет, но как бы сеть, ну как можно говорить, что не гарантирует, то есть не гарантирует, когда вот появится хотя бы в сети Lightning тысяча нот, да, вот тогда можно будет говорить примерно хоть что-то сказать о топологии сети. Ну, может быть, да, все выстроятся в линейку, тогда как бы каждый Вася Пупкин будет затыкать платежи между двумя частями сети. Но вряд ли такое произойдет, потому что централизация, пока если она не будет происходить, она будет только лишь происходить там по человеческой лени, потому что там гораздо проще завести ящик на почту на Mail.ru или на Яндексе, или на Gmail, а кошелек завести на Coinbase или на Blockchain.info. То есть только от этого возможна централизация. Я еще один миф разберу, это вот то, что LN отнимает у майнеров хлеб. Но это не так. Во-первых, рост числа транзакций в тысячи раз, оно не может никак не отразиться на курсе. Вот, и каждый майнер, конечно, майнит не потому, что сейчас он хочет заработать 800 долларов на сегодняшний день с биткоина, но, наверное, он как бы мыслит, что там 10 тысяч, скромно, или 15 тысяч. Вот, а на самом деле, как бы, надеяться на 150 и полтора миллиона. Вот, соответственно, как бы, майнер должен понимать, что самое счастье не в комиссиях. Да и к тому же, в Lightning Network, как бы, если сейчас рабочий инструмент заработка является мощностью майнера, то тут добавится второе, это активы, собственно, сколько он владеет этими биткоинами, то есть биткоины, их можно будет отдавать, что называется, в аренду, и они начнут работать. То есть, сейчас биткоины лежат мертвым грузом, они перестанут лежать мертвым грузом, они будут в каналах будут находиться заблокированы, и по мере того, как будут происходить платежи, в ту сторону, которая осуществляет эти платежи, они будут постепенно перетекать. Вот, значит, это была правда о Lightning Network. Еще одна правда, несмотря на то, что можно использовать любой блокчейн, все-таки есть какая-то надежда, что это будет блокчейн биткоина, но чтобы это нормально все сделать, нужен им имплементированный секвит, это появившаяся год назад модная штука, софтфорка для блокчейна биткоина, без него Lightning сделать можно, но это усложнит некие моменты, придется, во-первых, при инициализации каналов проводить некоторое время в неведении, потому что из-за пластичности может быть разрушена транзакция, но в целом пути решения есть, то есть самая катастрофа, конечно, пластичность сейчас для Lightning это все как-то решаемо, но если будет секвит, всем станет сразу проще, потому что уже есть реализация и они в тестовом режиме на тестментах работают. Вот, значит, здесь я про секвит выписал два столбика, потому что у людей непонимание к сожалению глубокое о том, что на самом деле происходит. Вот, я прочитал очень много на форумах, люди не понимают, они думают, что секвит это альтернатива увеличению блока. Нет, это не так, просто команда, которая проталкивает секвит, хочет масштабировать в десятки и сотни тысяч раз, а те, кто хотят увеличить блок, они хотят, чтобы у них транзакции проходили чуть-чуть больше в два раза сегодня. Совершенно не понимая, что если поезд едет со скоростью 200 км в час, то нельзя просто так его разгонять до 500 км без каких-то серьезных перестройки и какой-то серьезной инфраструктуры. Точно так же самолет или ракета, которые летают со своими скоростями спорректированными, нельзя просто чего-то увеличить в два раза и произойдет чудо, которое да. Не большая факт, что начальный Литкоин имел размер блоков 32 мегавайта. Ну и что? Это не важно. Дело в том, что да, я понял вопрос. Дело в том, что сейчас можно действительно поставить константу 32 мегабайта, вернуть ее можно 132 мегабайта, но это никому не нужно, кроме тех эгоистов, которые не понимают, что происходит. Масштабировать Биткоин нужно принципиально на иной уровень. Нужно уйти с блокчейна. Если сейчас забивать транзакции Биткоина, если они потоком пойдут в 30 раз больше, это вырастет колоссальная нагрузка на сеть, при этом отмасштабировать не получится. В 30 раз это не рост. Мы не хотим, чтобы сейчас приспособить блокчейн Биткоина для обслуживания в состоянии обслуживать такой город как Сербург по транзакции. Мы не хотим его масштабировать до уровня Москвы. Хотя увеличив способность в 30 раз вроде как можно что-то добиться. Но на Россию это не масштабируется уже. Если посмотреть в таких терминологиях. на весь мир тем более они масштабируются. Более того, увеличив размер блока сейчас мы получим колоссальные проблемы сетевые. Потому что никому не нужные транзакции будут потоком идти, они будут забивать сеть. флуд. Никому не интересно что вы сейчас покупаете. В блокчейн это не должно записываться. Если мы говорим о каком масштабировании это должно скелиться другими способами. Поэтому segwit нужно воспринимать как совершенно другую штуку. Задача segwit не как-то там попадать сейчас что-то с блоком решить. А принципиально решить такие ключевые вопросы как возможность построить тратящую транзакцию из неподписанной возможность получить хэш транзакции до ее подписи это самый важный момент. Второй момент отсутствие пластичности которая сейчас служит совершенно угрозой для построения чего-либо. И все другие моменты. Собственно почему секреты чуть-чуть несколько непонятные и сложные это тоже объяснимо. изначально вообще те кто его хотели сделать они не думали что им получится его сделать софтфорком. Софтфорк получился по счастливой случайности и это очень хорошо. У нас есть возможность что-то сделать с биткоином именно с помощью софтфорка. Это что значит? Это значит что те люди кто сейчас против сигарида если такие есть люди они могут продолжать не пользоваться сигаретом даже после его активации. Им ничего не мешает оставаться в привычных адресах pay to script хэш вот эти на единичку начинающиеся и все хорошо будет. Сегрит не навязывается он только для тех кто его собирается использовать. Значит и секрит ни в коей мере не несет никаких угроз даже если теоретически представить что там есть какие-то ошибки к примеру что они есть то пострадают от них только лишь те кто его как-либо использует. Я не знаю если что можно представить. Касательно принятия секрита я прочитал всю аргументацию она сводится действительно к трех моментам эгоизму потому что раз вы не хотите увеличивать блок мы будем мешать вам препятствовать активировать segwit это первое невежество это от непонимания что же там на самом деле записано вплоть до таких аргументов что segwit это несколько патчей столько до килобайт а увеличение блока это патчи с двух строчек и давайте делать простые решения такие аргументы но на мой взгляд больше всего есть и те группы которые действуют действительно с деструктивными целями вот значит теперь я перехожу полностью к lightning метод и больше не буду говорить о секрете значит что же такое lightning метод это такая штука когда мы выбираем некого партнера наносим все уже в сети устанавливаем устанавливаем с ним двунаправленный канал в котором блокируются некие биткоины и после этого мы взяли по одному биткоину заблокировали в канале после этого мы можем в сторону одну либо в другую гонять по одному биткоину то есть баланс постоянно менять ничего не записываем в блокчейн делать сколько угодно раз в каких угодно количествах только в пределах той суммы которая возможна чтобы балансы не были отрицательные пользователи объединенные в такую сеть могут по цепочке выстраивая пути передавать небольшое количество биткоина друг к другу вот на этом заканчивается вся идея Lightning сети значит а как вообще все строится строится все на типовых контрактах значит блокировка средств происходит записью их блокирование на контракт 2 из 2 мультиподписи значит Lightning работает очень просто у каждого участника сети ну можно сказать у каждого участника канала есть текущая единственная коммитящая транзакция в любой момент можно взять ее положить в блокчейн и забрать свои биткоины себе вот значит она самое главное момент что она единственная то есть всякий раз когда создается новая предыдущая неким специальным способом уничтожается вот и если записать неактуальную транзакцию то это попытка мошенничества то наказывается на строгой конфискации тех средств которые попытались увести записать значит как делается лайтинг метод мы с тобой решили сделать канал ты взял один биткоин я взял допустим два биткоина мы делаем транзакцию замораживаются биткоины ее не подписываем мы делаем из нее выходящую первую транзакцию и ее не кладем в блокчейн после этого подписываем первую кладем ее в блокчейн и она находится в замороженном состоянии но ну значит я не понимаю я хочу подаваться ну вот у меня в последствии биткоины с вами да знаешь как они заморожены тем кстати они заморожены в блокчейне мы делаем транзакцию твой биткоин мои два биткоина значит итогов три биткоина кладутся на адрес который может потратить мультисик два из мультисик да вот мы составили составили просто сконструировали такую транзакцию после этого мы из нее делаем первоначальную коммитившую транзакцию тебе вернут один биткоин не два мы сделали просто эту транзакцию чтобы можно было выйти до того как мы начнем пересылать эти биткоины коммитит это уже по климингу да коммитинг это фактически результат климинга да да это именно так значит после этого подписываем и кладем в блокчейн эту транзакцию и ждем когда она законфирнится После этого мы начинаем этот один и два биткоина, каким-то образом мы балансы начинаем менять, как хотим. Я перевел через тебя один биткоин, у тебя стало два, ты ему еще каким-то способом другим передал. У тебя стало два, у меня один баланс. И каждый раз у нас есть единственная транзакция, которую в любой момент можно положить на блокчейн, и мы получим свои биткоины. Какой формат может быть мошенничество, которое ты писал? Мошенничество может быть в том, что я перевел Сашу биткоин один, после этого взял на блокчейн и положил сам транзакцию, которая возвращает мне два, а тебе один. В этом случае ты мои два полностью можешь конфисковать. Собственно, в этом вся идея. Что значит можешь? Да, да, да. Транзакцию специально? Да, после этого я записал транзакцию, мне вернуть два, но у него есть сутки, и их забрать себе. То есть я вам сейчас расскажу, сколько... Это замечательные ошибки. Что в этой схеме нужно замечать ошибку? Да, в этой схеме нужно либо следить самому, либо будут наверняка за этим уже следить специальные, либо майнеры, либо кто-то другой там...